Чтобы сделать что-то противное, нужно соперника удивить. Уничтожающий удар прямо в эго человека. Смертельная техника, ее нельзя делать на обычных людях, только при крайней необходимости. Прочутив человеку красную полосу на все лицо, которое будет с ним, наверное, неделю, да? Чтобы соперника удивить, нужно сделать что-то такое, чего он раньше не видел или видел достаточно редко. Необычно, грубо, противненько. Панков Чехов Мы в зале Prime Jiu-Jitsu, сегодня мы покажем несколько мерзких сабмишенов, а вам в комментариях предстоит высказаться. Дерьмо это, работает, не работает, попадались ли вы на такое, делали когда-нибудь. Возможно ли на это попасться или, возможно, вы сможете это улучшить? Поехали. Первая техника, которую я буду делать, называется ментовской залом. Я попадаю в сайт контроль, человек блокирует мою руку, да, чтобы я не взял за голову. Что я делаю? Я своей подмышкой перекрываю его руку чуть-чуть выше локтевого сгиба. Я проваливаюсь вниз, поджимая локоть под себя. Я рукой забираю его руку и выкручиваю ее, как на кимуру. Если человек не очень гибкий, как Женя, в силу возраста, пойдет очень быстро. Если человек физически сильный, то я сейчас буду делать очень аккуратно. Я продолжаю выкручивать руку, поднимаю таз, а плечом иду вниз, тем самым усиливая эффект. Иногда я это делаю совместно с проходом гарда. То есть я проходил гард, человек блокирует руку, я сразу же ухожу сюда, акцентируюсь на руке, поджал к себе, выкручиваю. Он стучит. Но ментовской залом не был бы полным без заламывания запястья. Это я делаю, когда у человека очень сильная рука. То есть сначала все то же самое. Я здесь, я отключил руку, но она прямая, я не могу ее согнуть, там вот такая бицуха дикая. Что я делаю? Вот этой подушечкой я ловлю вот эти две костяшки. Я начинаю сгибать его запястье, вот этими пальцами я беру его за запястье вот так вот. И продолжая давить на руку, я просто скручиваю запястье, оказывая давление именно на вот эти две костяшечки. Получается рис-лок. Еще разок, мы здесь. Я сразу же стараюсь поймать в движении подушечкой на две костяшки, на вот этих две больших, пальцами за руку и выкручиваю. Следующий прием, который я покажу, назван в честь одного знаменитого американца. Женя, ложись. Называется он Джордж Флойд Чоук. Итак, я был в сайт контроля, руку из-под головы я достаю, ручки на полу для баланса. Я не поднимаю грудь, потому что если я подниму грудь, он сразу же просто вставит ноги, восстановит гарт. Я встаю на ноги и ставлю колено ему на шею. Я ставлю нежно, чтобы не оказывать все давление на Женю. Очень важно, я не хочу давить ему на лицо. В идеале я хочу поставить свое колено на грудь и съехать ему ровно на шею. Рукой я контролирую его ноги, чтобы он не восстанавливал гарт. Я могу здесь стоять достаточно долго, оказывая постепенно давление. Если человек не сможет снять эту ногу, он постучит. У меня так ученик на соревнованиях задушил одного парня, прошло все идеально. Да, еще разочек. Я могу делать из колена на животе, то есть я держу колено на животе, он убирает руками мое вот это колено. Я просто меняю позицию, отсекая ему голову. Да, вот я здесь контролирую, просто жду. Это дает мне время, дает мне время для атаки. Если я захочу, я смогу выдвинуть ручку на рычаг, поискать кимуру, ну и просто достать человеку дискомфорт. У этого приема есть его, так сказать, проапгрейдженная версия, гораздо более неприятная, с заломом шеи. Да, то есть я был здесь, перехожу сюда, еще раз коленка на грудь, и оно съезжает. Я беру его сбоку за голову и делаю два противоположных движения. Колено я веду прям сквозь его шею в пол, а голову тяну на себя. Если у человека шея слабенькая, он постучит, если у человека шея сильная, он либо уснет, либо травмирует шею и постучит. Еще разочек. Мы здесь, грудь съехал, контролирую, взял, колено вниз, за голову потянул. Классно, хорошо. Итак, сейчас удушка, достаточно простая, обычная, но за которую вас будут ненавидеть люди, которым нужно быть в офисе с красивым чистым лицом. Жень, ложись. Как хорошо, что у человека в легкие его ворочить удобно, не то что меня. Я проходил гард, попал в халлгард. Как плохо, что ты тяжелый. Это, кстати, тоже мерзкий прием, быть тяжелым, жирным и салистым. Я запускаю руку глубоко под отворот, и когда начинаю сжимать руку, у него образуется вот здесь вот складочка, которая мне очень нужна. Человек будет всегда поджимать шею, и вы не можете задушить сразу. Что я делаю? Я плечом прижимаюсь к плечу, тазом к его тазу. Я выкидываю руку максимально вперед. И дальше очень важно. Я собираю руку, как был Артем, отрезая его голову от корпуса. Делать в оригинале я это буду очень быстро. Я взял, я не буду делать быстро, я резко дернул. Прочутив человеку красную полосу на все лицо, которое будет с ним, наверное, неделю. Если человеку нужно с чистым лицом ходить в банк, должен с него ответственность. Он вас будет за это ненавидеть. То есть я отделил голову, взял эту складочку, свожу руки вместе, делаю удушку. Но эффект от удушки будет просто блекнуть на фоне вот такого вот огромного красивого красного следа от кимоно. Сейчас я покажу прием, который я подсмотрел у Димы Бушнева. Мне он очень понравился, я стал его делать. Ставая же не в черепаху. Вот человек попал в черепаху. Я сразу же смещаюсь тазом к его тазу, нахожусь здесь. Я не засовываю руки, его не пугаю, что я его буду душить. Руки мои снаружи. Обычно человек сначала прячет голову, потом начинает смотреть по сторонам, чтобы оценить обстановку. А на соревнованиях очень часто люди с черепахи любят посмотреть на табло или если им кричит тренер. Вот, у человека была голова внизу, он поднимает голову. И важно, я пробиваю руку максимально глубоко. Иногда я могу дать человеку по лицу в этот момент, то есть там зерита грубо. Я не хочу схватить, я хочу именно максимально глубоко закинуть руку. Я ее закинул, сгибаю и свой таз увожу от его таза. Закрываю замок, грудью давлю на его плечо, руку завожу за голову и делаю такой полу-реал-некед, полу-нек-крэнк. Мега неприятная удушка. Иногда я могу схитрить, то есть у него голова низко. Я здесь, он думает, что я сейчас буду его выкидывать. Я просто подергиваю голову, вбиваю душу. Необычно, грубо, противненько. И сейчас я покажу удушку, которую придумал мой ученик. Известный онколог-уролог Саша Дзари. Он всегда ищет у людей болевые точки. Если они там природой не предусмотрены, он сам делает болевую точку. Вот, и мне очень понравился этот прием, потому что он неожиданный, он мерзкий. И он достаточно неплохо работает, даже на физически сильных люлях. Я попал в маунт. У меня получается доминация в маунте, то есть человек только защищается, он не пытается меня скинуть, мне не нужно бодаться за равновесие. И что я делаю? Я беру и заправляю свои руки в отворот, пальцем вовнутрь. Бум! Я набираю отворот, ставлю кулаки в пол. Очень важно. То есть я за счет этих рук поднимаю свой таз. Я поднимаю таз и как бы прыгаю в жопу ему на грудь. Человек меня отсюда, разумеется, скинет, чем он и займется. Он смастит, я полечу, он встает, я крещу ноги, выпрямляю, свожу колени, локти на руках подкручиваю, чуть-чуть выдаю большой палец ему в шею и делаю удушающий. Действительно работают. Прелесть в том, что человек не ждет атаки, он думает, что я сделал какую-то странную фигню, думает, что он вот-вот ушел из плохой позиции, а попадается на удушку. Давай еще разочек. Мы здесь, да, мы выиграли маунт. Все, мы заправляем руки в отворот. Набрали отворот. Чем сильнее руки сомкнутся за его шеей, тем лучше. Кулаки стоят здесь. Я не атакую отсюда, я отсюда его вообще не пугаю. Я делаю странное движение. Я на него напрыгиваю. Он меня мастит. Готово. И эпопеей моей техник станет техника смертельного стиля, как говорят люди в других. И на боксах там, где там энергию управляют, в айкидо. Это смертельная техника, ее нельзя делать на обычных людях, только при крайней необходимости. Называется она «Сектор газа». Итак. У меня, кстати, от Патрина у батончика сейчас мог газ появиться. Я тебя ножом гормыл. Итак, Женя попал ко мне в треугольник. Очень важно. Я его здесь поддушиваю, но не так, чтобы он сдался, а вот на грани, да, когда он раздумывает сдаваться или еще потерпеть. Я его поддушиваю, да, и слегка отпускаю. Очень важно понимать, что в этот момент он сделает вдох, и он не сможет его остановить. Да, потому что организм считает, что вдох важен для выживания, он вдохнет весь воздух, до которого доберется. Так вот. Мы взяли, поддушили, отпустили, и в этот момент мы пускаем газ. Откуда пускаем, всем понятно, да? И человек все понимает, он все чувствует, но он вдох остановить не может. Он вдыхает весь газ. И вот дальше нужно его либо душить до отлючки, либо очень крепко держать, потому что он будет пытаться вас убить, да? После этого мы сразу же закрываем треугольник обратно. Но дело здесь абсолютно не в треугольнике, он уже нанесен просто уничтожающий удар прямо в эго человека. Потому что я несколько раз сделал, как бы, и потом пришлось держать буйвол в ногах. Я согрелся, что я случайно. Итак. Бывает ситуация, когда вы закинули хороший треугольник, не можете додушить, плохой треугольник не можете додушить. Но, в общем, обычным способом задушить не получается. Тогда мы прибегаем к различным мерзостям. Первый вариант. Я складываю кулачок, такой необычный кулачок, и немножко превращаю его в пику. И забиваю его с той стороны, где плечом я Мишу не душу. Я вставляю кулак, давлю. Миша кайфует, любой кайфует. Сначала сдается, потом на вас ругается. Рабочая техника, прекрасно. Итак, можно, в принципе, и обычный кулак. Мне больше нравится с указательного пальца начинать вот это вот всовывать. Вот он всунулся, и я со всей дури вдавливаю кулак, соперник сдается. Второй вариант. Достаточно плотный треугольник, но соперник не сдается. Вы его держите, вырваться он не может. Но его же нужно финишировать. Что мы делаем правильно? Мы делаем болевой на запястье. Взяли кисть своим локтем. Я сначала локтем сдавливаю кисть, чтобы плотно взять. Когда уже замок закрыт, я просто надавливаю. Как работает этот прием? Мне важно, чтобы его локоть был у меня в паху, чтобы руку некуда было убирать. Потому что если он начнет руку прятать, туда вытаскивать, прием не сработает. Соответственно, мне нужно, чтобы рука сидела плотно, я додавил. Еще раз, я локтем ее складываю и уже додавливаю. Возвращаемся в закрытый гард. Чтобы сделать что-то противное, нужно соперника удивить. Чтобы соперника удивить, нужно сделать что-то такое, чего он раньше не видел или видел достаточно редко. Рычаг вообще на обе руки. Звучит странно, но работает. Особенно, если ваш соперник собирается в кимоно складывать рычаг. То есть он взял кимоно, собирается формировать упор. И вы в этот момент его поймали. Соперник думает, я сейчас мощно встану, пройду гард. Я советую взять два манки гриппа. Или если это ноуги, вот таким образом захват за запястье. Манки грипп. Я просто скидываю свои ноги, кладу ему на плечи. А здесь я поднимаю таз. Со стороны выглядит весьма дурацкий. Но вы удивитесь, когда это сработает. Два манки гриппа. Положили. Боднули локти. Прием сработал. На самом деле очень неприятно для локтей. Неприятно для локтей. Неожиданно. И самая жопа заключается в том, что нечем сдаваться. Это вариант разрыва рычага локтя, который запрещен для детей в этом зале. Но своим ученикам я разрешаю делать его на соревнованиях. Соответственно, после того, как они это делают, часто родители уже начинают ругаться. Иногда толкаться. Но нас это мало волнует. Главное, что прием мерзкий и он работает. Мы вышли на рычаг локтя. Примерно вот как белые пояса выходят. Вот попа на полу, плотности никакой. И они не могут оторвать. Руку разорвать. К чему мы прибегаем в таком случае? Из важного. У меня хотя бы одна рука должна быть пробита локоть в локоть глубоко. Теперь следующим своим действием я выпрямляю ноги. Напрягаю их. И начинаю выполнять вот такие вот действия. Рычаг локтя выполнил. Соперник сдался. Еще раз. Рука локоть в локоть пробита. Ноги выпрямлены. И мы долбим. Я сейчас язык похуйстил. Рубрика мерзости от Чехова. Правильный рычаг локтя. Наверное, теперь головой туда. В первую очередь, чтобы сопернику было не по себе. И он не думал про рычаг локтя. Вы должны действовать на него таким образом, чтобы он страдал. Если соперник страдает, ну естественно, он вам отдаст и рычаг локтя, и удушку, и мобильный телефон, и зарплату. Садимся таким образом, чтобы бедро, которое находится на груди соперника, находилось точно в солнечном сплетении. Второе бедро перекидываете через голову и стараетесь заправить пятку под голову. Если она не заправляется, ставить ее просто максимально близко. Уже сейчас Михаилу некомфортно. Это при том, что у нас разница в весе почти в два раза. Вот. Представьте, что будет, когда вы сядете на соперника, у которого ваши весовые категории равны. Итак, если соперник еще не страдает, лишаем его опоры стопы, потому что он с помощью этой опоры разгружает немножко вес. Я поднимаю его стопу и ему еще хуже. Заваливаюсь в ту сторону, чуть-чуть его сгибаю, пятка заходит под голову, и тут уже рычаг точно разорвется. Но поверьте, соперник про рычаг точно в этот момент не думал. Еще раз. Мне нужно сесть под углом 45 градусов, закрыть плотно руки, заправить поглубже ногу, снять опору, задавить соперника и вырвать руку. И, наверное, все, да? Да. На этом сегодняшний выпуск закончен. Пишите, видели ли вы что-то более мерзкое, сталкивались ли вы с чем-то более мерзким, чем Миша. И его болевые и удушающие приемы. Да у тебя тоже не лучше. Ха-ха-ха. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok